Первый вождь, вождь Алосака, умерший естественной смертью, научил нас не только кочевать по бескрайним степям Америки, но и также, наконец-то, мы сделали основной лагерь, объявив его столицей нашего племени, лагерь Апачи. Это его великая заслуга. После его кончины, великий и могучий вождь Хелаку Зловредный сказал, что не гоже, как говорится, племенам Апачи кочевать раздельно, надо стать единым племенем. И мы пошли и понесли эту весть, кому с миром, кому с оружием, ближайшим поселением. И наше великое государство в этот момент разрослось. Разрослось вширь, и вправо, и влево. И тогда мы повстречали племя чечемеков, которые сказали, у нас тоже есть великая идея, у нас тоже есть столица, и мы хотим поклоняться великому солнцу. Ибо великий дух нас разочаровал, и на тот момент мы согласились с ними, потому что другие племена присоединялись к нам. Также мы повстречали каких-то новых чужеземцев, которые называли себя французами. Во времена правления великого вождя, великого вождя и тонко-тирана, началась война с иноземцами-французами, которых мы перебили до единого и набрали очень много скальпов. И после этого, как мы устранили угрозу войны с французами, вернее, устранили французов с наших земель, уже в то время начались конфликты с чечемеками из-за того, что они поклонялись великому солнцу и говорили, что мы должны поклоняться тоже. Мы с этим не согласились, и в принципе отстыки были не против. А вот с чечемеки, как-то ни с того ни с сего, сложилась у нас с ними война. Мы даже не сразу поняли, что они идут за нашими скальпами. И уже во времена нашего нынешнего вождя, наятии тирана, наятии тирана, мы одолели чечемеков, прекратили гражданскую войну и напали на великих ацтеков. Дабы их великое солнце больше не смущало сердца наших одноплеменников, чтобы более не было войны между апачами. И настолько устрашили мы империю ацтеков, что они признали нашего великого вождя императором. И таким образом начался золотой век племени Апачи, которые теперь кочуют с одних дальних земель Северной Америки к другим дальним землям Северной Америки, к самим границам ацтекской империи и империи мая, которые после того, как мы укрепились, нашли в себе силы заключить мир и больше не представлять для друг друга угрозу. Ибо мы сказали, как это так? Мы преодолели гражданскую войну, значит и вам придется. Ну как мы были самыми сильными, они согласились, что мы правы. Вот такая наша история, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok